С каждым годом поисково-спасательных отрядов становится все больше. Первая в мире система экстренного оповещения о пропаже ребенка была создана в США в 1996 году и получила название «Амбер Алерт», где «Амбер» – имя девятилетней девочки, трагически погибшей в штате Техас. «Алерт» в переводе с английского «тревога». В России по аналогии 6 лет назад была создана организация под названием «Лиза Алерт». Пятилетнюю пропавшую в лесу девочку и ее тетю искали 10 дней. Сначала нашли тетю, через день нашли девочку. Судмедвексперты показали, что девочка была жива 9 дней. После этого люди решили объединиться, то есть посчитали несправедливо, что дети в мирное время погибают дети. Волонтеры, которые тогда откликнулись на помощь, заимствовали у иностранных организаций действенную методику работы с пропавшими людьми и сейчас регулярно проводят обучение поисковиков. «Лиза Алерт» имеет представительство в 60 регионах России. В их распоряжении вертолеты, свои кинологические службы и собственные ноги. Выходя на маршрут в лесу для поиска человека, все пути, по которым прошли поисковики, фиксируются на интерактивной карте, анализируются, найдены доказательства присутствия пропавшего и становится понятно, где стоит искать дальше. Часто поиски происходят на отклик, однако с пропавшими детьми в этой ситуации приходится непросто. «Лиза Алерт» оказывает большое содействие правоохранительным органам, представители которых напоминают о необходимости незамедлительного сообщения. о пропаже ребенка в полицию или следственное управление. «Организация данной работы у нас достаточно на высоком уровне. С момента поступления сообщения следователь в межрайонном следственном отделе выезжает на место происшествия, это место жительства несовершеннолетнего лица. Производят осмотр, опрашивают родственников, организуются поисковые мероприятия, в том числе с преувеличением волонтерских организаций. Незамедлительно после поступления данного сообщения следователи предоставляют именно в отдел криминалистики информацию о пропавшем лице. Это информация о том, как он выглядит, во что он был одет, иметь ли особые приметы и актуальное фотоизображение данного лица. Данная информация преобразовывается в видеоролик, который направляется в подразделение МЧС «Аксион» и размещается на стационарных экранах города Рязани с целью скорейшего установления местонахождения данных лиц. Пропадают дети из благополучных и неблагополучных семей, из специализированных детских учреждений. Причины их пропажи разные, но стоит сказать, что с каждым годом самовольно ушедших из дома становится меньше и больше тех, кого находят. Сейчас в Рязани неизвестно местонахождение одного ребенка и большая просьба для всех горожан обращать внимание на ориентировки, которые висят на улицах и помогать в поисках людей. А те, у кого пропадают близкие, не медлите. В первый же день можете обратиться с заявлением в полицию, описать приметы пропавшего и предоставить информацию о возможном местонахождении человека.